Уважаемый Сергей Иванович, поздравляю вас с избранием на пост главы города Назар. Проблемы, которые вам вместе с вашей командой придется решать, принцип-то не новое. Они есть, наверное, многие из них и будут, но подходы к решению этих проблем, мне кажется, должны несколько поменяться. Я имею в виду, прежде всего, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы капитального строительства, вопросы, связанные с улучшением, укреплением социальной сферы, а также вопросы, мне кажется, очень серьезные, это вопросы, связанные с взаимодействием общественных и политических организаций. Вот, но, прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на совершенствование кадровой политики. Потому что, если у вас не будет команды толковой, грамотной, профессиональной, многие вопросы вы просто не сможете решить. Но, занимаясь подбором кадров, а такая работа вам, я думаю, что в любом случае предстоит, не надо махать шашкой и ни одним розчатком бирать, всех увольнять, всех снова принимать, потом разбираться и так далее. Надо очень вдумчиво, персонально с каждым побеседовать, посмотреть, что он на самом деле сегодня из себя представляет, а дальше уже делать определенные выводы. Если есть необходимость какие-то изменения в структуру внести, их тоже можно внести. Ничего совершенного в этом деле нет. Вторая, не менее важная проблема, это взаимодействие с трудовыми коллективами. Надо усилить эту работу. Потому что чаще бывают трудовые коллективы, знать их проблемы, знать их нужды. Ну, тем более, что это завязано и на бюджете, это завязано и на экономике. А я вам скажу так, если администрация не будет постоянно и каждый день заниматься экономикой в городе, о бюджете можно надолго забыть. Ведь в первичном все-таки экономика, а уже бюджет, это, как говорится, вторичный вопрос. Теперь вопрос третий. Он связан с работой общественных организаций, взаимодействием. Тут надо найти такую линию поведения, которая бы заключалась не в том, чтобы там говорить, что вот, там такая-то партия хуже, такая-то партия лучше, мы тут на партию надеемся, мы тут на нее не надеемся, а находить точки именно взаимодействия для того, чтобы решать вместе проблемы. В том числе и взаимодействие с городским советом. Кстати говоря, городскому совету сегодня, вот, по отношению даже к тому, как я работал в свое время, дополнительные полномочия даны, он сегодня усиливает контрольную функцию совету. Сегодня, посмотрите, каждый заместитель главы должен отчитываться, может отчитываться. И не просто ему потом пишут там решение принять к сведению, а его оценивать по результатам этой работы, в том числе и глава города. Это надо иметь в виду. И вообще, должен сказать, мне так вот со стороны я смотрю, думаю, что у нас ослабла контрольная функция. Вот принимая решение, надо обеспечить контроль. Причем эта схема должна работать как система. Не как отдельный там, ах, там плохо, там глава побежал. Я думаю, что работать по принципу, вот, пока мы обратимся к Путину, никто никакие вопросы не решит. Для нас неприемлемы. Должны отвечать за свою работу не только глава города, но и все, кто к этому делу причастны. То есть, кому поручено обеспечить решение этой или иной программы. Сергей Иванович, ну я уже много наговорил, и тем не менее. Поздравляю вас с вступлением. И желаю вам и вашей команде, чтобы ваши решения, ваши результаты были положительными. Ну и надеюсь, что они будут уже вскоре проявляться. Успехов вам! Спасибо.